здравствуйте любители рукоделия я очень рада видеть вас на своем канале и сегодня я покажу вам как я вязала такой вот детский свитер он у меня связан на мальчика ростом 114 то есть можно вязать на 116 ребенку 5 лет вязала я этот свитер из пряжи vita nord это довольно таки плотная пряжа 100 граммах 116 метров 46 процентов шерсти 52 акрила пряжа плотная теплая в общем зимняя вот у меня остался моточек от этого свитера у меня ушло на него 5 целых мотков и немножко вот от одного моточка все что у меня осталось ниточка объемная думаю что свитер будет теплым чтобы связать свитер необходимы следующие мерки обязательно измеряем обхват груди прибавляем примерно сантиметров 5-6 на свободу также измеряем линии реглана это от горловины до подмышек и измеряем не от основания шеи начала линии реглана от того места откуда будет начинаться резинка также обязательно измеряем обхват шеи именно по тому месту где будет начинаться резинка а не по основанию горловины потому что если измерить по основанию горловины голова может не пролезть а если даже и пролезет то резинка будет очень плотно прилегать к шее и будет некомфортно ребенку также от подмышки по руке по внутренней стороне измеряем длину то есть вот по этой стороне до запястья или до того места до куда вы хотите связать рукав если вы хотите немножко подлиннее или покороче и также по боковой стороне от подмышки измеряем длину которую мы хотим связать и прежде чем начать вязать нужно сделать расчет ростка так как у меня свитер связан с ростком росток делается для того чтобы изделие не тянуло назад это особенно актуально для теплых вещей которые связаны под горло росток это разница длины спинки верхней части относительно длины полочки то есть вот это вот ее часть тут даже видно хорошо что у меня вот тут горловина полочки ниже чем горловина спинки вот эта вот часть называется ростком и теперь необходимо рассчитать росток прежде чем его вязать и для расчета ростка нам понадобится обхват шеи как я уже и говорила мы измеряем его не по основанию шеи а потому месту откуда у нас будет начинаться горловина для того чтобы рассчитать какое количество петель набрать на спицы сначала набираем 20 петель листой пряжи которые вы будете вязать свитер и вяжем несколько рядов лицевой гладью достаточно будет 10 рядов это даже наверное максимальное количество стираем образец и измеряем сколько петелек у нас в одном сантиметре получается если в одном сантиметре будет не целое количество петель можно измерить участок и побольше например там два три сантиметра чтобы в это расстояние попало целое количество петель а потом уже исходя из этого вы считаете сколько в одном сантиметре у вас получается петель Обхват шеи у меня 34 см и в 1 см у меня получилось 1,88 петель. Я это число умножаю на 34, у меня получается 63,9, округляю до 64 петель. То есть 64 петли мне нужно набрать для того, чтобы начать вязать горловину. На одну линию реглана я беру по 2 петли. Так как линии реглана 4, у меня получается 8 петель на линии реглана. А я их отнимаю от 64, у меня получается 56 петель. 56 петель я делю на 3 части, получается 18 целых петель и 2 петли на остаток. И теперь я буду распределять эти части. Первая часть это спинка 18 петель, вторая часть это 2 рукава по 9 петель на каждый рукав. И третья часть это 18 петель для полочки. Остаток я прибавляю к полочке. То есть 18 плюс 2 будет 20 петель на полочке. Еще к переду нужно прибавить несколько петель. Берем эти петли из рукавов по 2 петли с каждого рукава. И у меня получается на полочку 24 петли. Теперь необходимо начертить вот такой вот круг для распределения петель. Это делается для того, чтобы было понятно и удобно вывязывать росток. Делим круг на 4 части. Верхняя часть это спинка, нижняя часть это полочка. Левая и правая это рукава. Линии реглана наносим. По 2 петли на каждую линию реглана. На спинку 18 петель, как мы уже посчитали. На полочку 24 петли. И на рукава остается по 7 петель. Так как мы вычли из них по 2 петли. Теперь спинку мы не делим ни на какие части. И мы петли будем вывязывать сразу все вместе. Рукав мы делим на 4 части. То есть каждый рукав делим на 4 части. И распределяем петли между этими частями. Я разделила таким образом. 2 петли на первую часть. Это та часть, которая ближе к спинке. Далее 2 петли. 2 петли. И остается 1 петля. Это на ту часть, которая прилегает к полочке. На другом рукаве петли распределяю точно так же. Теперь осталось распределить петли полочки. Сначала я выделяю центральную часть. Я на нее возьму 6 петель. От 24 отнимаем 6. Получается 18. И делю пополам. Получается 9. У меня остается левая часть и правая часть. И на каждую из них приходится по 9 петель. Каждую часть я делю еще на 5 частей. И распределяю эти петли, оставшиеся равномерно. Начнем с левой части. Я ее поделила на 5 частей. Та часть, которая прилегает у меня к линии реглана. На нее мы оставим 1 петлю. Следующая от нее к центру часть тоже 1 петля. Далее, следующая часть 2 петли. Четвертая часть 2 петли. И последняя, которая ближе к центру полочки, 3 петли. Правую часть мы распределяем точно так же, как и левую. Начало вязания всегда начинается от 1 четвертой рукава, которая прилегает к реглану спинки. Здесь я указала начало вязания. И суть вязания ростка заключается в том, что сначала мы будем провязывать 2 петли рукава. Дальше по линиям реглана делаются 2 прибавки. Сначала делаем прибавку. Затем провязываем 2 петли линии реглана. И после них делаем еще одну прибавку. Далее провязываем 18 петель спинки. Затем опять следует линия реглана. Делаю прибавку. Провязываю 2 петли реглана. И прибавка. И потом я провязываю 2 петли одной части следующего рукава. После того, как я провязала все эти петли, я разворачиваю работу. И все петли провязываю по узору. Все петли, которые я уже провязала от начала вязания. Петли накида, то есть петли прибавок по линиям реглана, которые со стороны рукавов буду вязывать в рукава. И вязать их таким же узором, как рукав, который со стороны спинки буду ввязывать в спинку. И вязать их таким же узором, как спинка. Затем, вернувшись к началу вязания, во втором уже ряду, я буду ввязывать следующую часть рукава. Это у меня будет 2 петли. После того, как я их вязала, я буду опять разворачиваться, провязывать все петли с прибавками. И ввязывать уже петли другого рукава. Следующие 2 петли, то есть следующую часть рукава. И так я буду вязать туда и обратно, ввязывая каждый раз по одной части, на которые я разделила рукава и полочку. Я набрала на чулочные спицы 64 петли. И теперь мне их нужно распределить равномерно на 4 спицы. Это по 16 петель на каждую спицу. И теперь, чтобы соединить петли в кольцо, нужно набрать еще одну петельку дополнительно. Это всегда так делается для того, чтобы соединение было незаметным. Теперь с левой спицы петельку снимаю на правую. И дополнительную петельку продеваю в снятую. И опять одеваю ее на правую. И теперь начинаю вязать резинку 2 лицевых, 2 изнаночных. Провязываю 2 лицевых и 2 изнаночных. 2 лицевых и 2 изнаночных. И так я вяжу по всей окружности. Связать нужно столько рядов, какой длины резинка мне нужна. Я связала резинку горловины. У меня получилось 20 рядов и 8 см. Теперь начинаю вязать росток. Вот это у меня лицевая сторона резинки. Ее край хорошо видно. Вот этот край изнаночной стороны. Росток вяжется с изнаночной стороны. То есть я разворачиваю. Чтобы не забыть, где у меня начало вязания ростка, необходимо на спицу повесить маркер. У меня маркера нет. Я буду использовать булавку. Вязание ростка всегда начинается от 1,25 рукава. Эту четверть у меня составляют 2 петли. То есть сначала я провязываю 2 петли рукава. Делаю накид на спицу, которую буду вязать. И провязываю 2 петли рукава. 2 лицевые. Теперь мне нужно сделать прибавку по линии реглана. Я накид делаю к себе. И провязываю 2 петли реглана. Их я провязываю изнаночными. И теперь накид я делаю от себя. И вяжу 18 петель спинки лицевыми. Провязала 18 петель. Я забыла добавить маркер на эту линию реглана. Добавлю его в следующий раз. Теперь провязываем прибавки на следующей линии реглана. Я делаю накид к себе. Провязываю первую петлю линии реглана изнаночной. Вешаю маркер. Чтобы не забыть, где у меня линия реглана. Провязываю следующую петлю линии реглана изнаночной. Так как я вяжу с изнаночной стороны, на лицевой стороне эти линии у меня будут лицевыми. И делаю накид от себя. И вяжу 2 петли следующего рукава. Я провязала первый ряд частичного вязания. Теперь я разворачиваю работу. И провязываю все петли без прибавок. Прибавки по линии реглана я делаю в каждом втором ряду. Делаю накид на спицу. И провязываю 2 петли рукава. Теперь мне нужно провязать прибавку изнаночной скрещенной. Чтобы у меня не получилось отверстие. Делаю накид, чтобы провязать изнаночную петлю. Захватываю прибавку за заднюю стенку. Перекрещиваю ее. И провязываю изнаночной. Теперь вяжу первую петлю реглана. Вторую петлю реглана. И у меня опять прибавка по реглану. Опять провязываю ее изнаночной скрещенной. Делаю накид на спицу. И захватываю прибавку за переднюю стенку. И провязываю ее изнаночной. Дальше вяжу 18 петель спинки. Я дошла до линии реглана, по которой делала прибавки. И опять провязываю изнаночной скрещенной. Так же, как я провязывала их у другой линии реглана. Делаю накид на спицу. Захватываю петлю за заднюю стенку. И провязываю ее изнаночной. Провязываю первую линию реглана. Вяжу на нее маркер. Либо булавку, как в моем случае. Следующую петлю линии реглана. И опять нужно провязать изнаночной скрещенной прибавку. Делаю накид. Прибавку захватываю за переднюю стенку. И провязываю ее изнаночной. Провязываю 2 петли рукава. Которые я провязывала в начале предыдущего ряда. И теперь мне нужно прибавить к вязанию еще петель рукава. У меня 2 петли будет прибавляться. Я вот этот вот накид, который делала в начале предыдущего ряда. Снимаю на левую спицу. И так как 2 следующих петли рукава я буду провязывать изнаночными. Я провязываю вместе накид в начале ряда. И следующую петлю. Провязываю их изнаночной. Провязала. Это у меня получилось. Провязана одна петля рукава. И добавляю вторую петлю рукава. Вот я прибавила 2 петли рукава. Теперь я разворачиваю работу. И продолжаю частичное вязание. Обязательно отмечайте для себя провязанные петли, которые вы прибавляете в каждом ряду. Чтобы не запутаться. Делаю накид на спицу. И провязываю петли до линии реглана. У меня получилось 4 петли рукава и 1 петля прибавки по реглану. Теперь мне опять нужно сделать прибавку. Я делаю накид к себе. И провязываю первую петлю линии реглана. Изнаночной. Провязываю вторую петлю линии реглана. Теперь опять я делаю прибавку. Делаю накид от себя. И вяжу все петли до линии реглана. Довязала до следующей линии реглана. Теперь опять я делаю накид к себе. Провязываю первую петлю линии реглана. И провязываю вторую петлю линии реглана. Делаю накид от себя. Провязываю теперь предыдущий накид. И 2 петли рукава. Теперь мне нужно опять прибавить следующие петли рукава. Так как я провязываю с изнаночной стороны их лицевыми. Я вот этот вот накид со следующей петлей вместе провязываю лицевым. У меня получилась прибавлена 1 петля рукава. И провязываю еще одну петлю рукава. Провязан еще один ряд. Теперь разворачиваем. Обязательно для себя отмечаем, что вы прибавили 2 петли рукава. И продолжаем частичное вязание. Делаю накид на спицу. И провязываю петли до линии реглана. Теперь провязываю прибавку по линии реглана. Изнаночной скрещенной за заднюю стенку. Первую петлю линии реглана. Вторую петлю линии реглана. Прибавку опять провязываю изнаночной скрещенной за переднюю стенку. И вяжу все петли до следующей линии реглана. Теперь провязываю прибавку изнаночной скрещенной за заднюю стенку. Первую прибавку всегда провязываем за заднюю стенку. Вторую прибавку всегда провязываем за переднюю стенку. Провязываю первую петлю линии реглана. И вторую петлю линии реглана. И провязываю прибавку изнаночной скрещенной за переднюю стенку. И провязываю оставшиеся петли. Теперь опять прибавляю 2 петли рукава. Петлю накида перекидываю на левую спицу. И провязываю ее со следующей петлей на спице изнаночной вместе. Это у меня получилась одна петля рукава. И еще одну петлю провязываю. Продолжаю частичное вязание. Делаю накид на рабочую спицу. И вяжу петли рукава. На линии реглана делаю прибавку накид к себе. И провязываю первую петлю линии реглана. Провязываю вторую петлю линии реглана. Прибавка накид от себя. И дальше вяжу петли спинки. Довязала до следующей линии реглана. Делаю прибавку. Провязываю первую петлю линии реглана. Вторую петлю линии реглана. Прибавку накид от себя. И вяжу петли следующего рукава. Теперь прибавляю две следующих петли рукава. Провязываю петлю накида с первой петлей на левой спице. Получилась первая петля рукава. И следующую петлю провязываю. Две петли рукава. Продолжаю частичное вязание. Делаю накид на спицу. И вяжу петли рукава. До линии реглана. Первую прибавку провязываю изнаночной скрещенной за заднюю стенку. Первая петля линии реглана. Вторая петля линии реглана. Следующая прибавка изнаночной скрещенной за переднюю стенку. И теперь вяжу петли спинки. До следующей линии реглана. Первую прибавку на линии реглана провязываю изнаночной скрещенной за заднюю стенку. Первую петлю линии реглана провязываю. Вторую петлю линии реглана. Прибавка. Вторая изнаночная скрещенная за переднюю стенку. И петли рукава. Прибавляю последнюю петлю рукава. Провязываю петлю накида вместе с петлей на спице. Вместе изнаночной. И теперь разворачиваю и продолжаю работу частичным вязанием. Перед линией реглана делаю накид к себе. Прибавки по линии реглана я всегда буду делать с изнаночной стороны. С лицевой стороны я их провязываю изнаночными петлями. Прибавка, накид от себя. И вяжу петли спинки лицевыми. Перед линией реглана следующей я опять делаю прибавку. Накид к себе. Провязываю первую петлю линии реглана. Вторую петлю линии реглана. И прибавка, накид от себя. И вяжу петли рукава. И теперь мне нужно прибавить последнюю петлю рукава. Петлю накида я перекидываю на левую спицу. И провязываю ее со следующей петлей на спице. Вместе лицевыми. Напоминаю, что не забывайте для себя отмечать прибавляемые петли. Разворачиваю и продолжаю частичное вязание. Делаю накид и вяжу петли рукава. Первая прибавка изнаночная скрещенная за заднюю стенку. Первая петля реглана. Вторая петля реглана. Вторая прибавка изнаночная скрещенная за переднюю стенку. И далее вяжу петли спинки до следующей линии реглана. Провязываю прибавки по линии реглана. Первая прибавка. Первая петля линии реглана. Вторая петля линии реглана. И вторая прибавка. И дальше вяжу петли рукава. Теперь прибавляю петли линии реглана. Петлю накида, которую в начале ряда я делаю, я провязываю со следующей петлей на спице. Первая петля реглана. Следующую петлю провязываю на спице. Вторая петля реглана. И провязываю одну петлю переда. Ее и провязываю изнаночной. Теперь разворачиваю. И продолжаю частичное вязание. Делаю накид. Провязываю петлю переда. И делаю прибавки по линии реглана. К себе накид. Первая петля реглана. Вторая петля реглана. Накид от себя. И вяжу петли рукава. После петель рукава я делаю прибавки по линии реглана. Затем вяжу петли спинки. Опять прибавки по линии реглана. И вяжу петли следующего рукава. Теперь мне нужно добавить еще одну линию реглана. Я делаю прибавку по реглану. Петлю накида со спицы я снимаю. Одеваю на левую спицу. И провязываю ее. Вместе со следующей петлей на спице изнаночной. Это у меня получилась петля линии реглана одна. Провязываю следующую петлю изнаночной. Вторая петля линии реглана. Делаю накид от себя. И провязываю одну петлю переда. Теперь разворачиваю работу. Продолжаю частичное вязание. Делаю накид. Провязываю первую петлю переда. Прибавку по линии реглана точно так же, как я вяжу другие прибавки по линии реглана. Первая петля линии реглана. Вторая петля линии реглана. Вторая прибавка. Дальше вяжу петли рукава. Затем прибавки по следующей линии реглана. Петли спинки. Опять прибавки по реглану. И так я вяжу до конца ряда. Теперь добавляю еще одну петлю переда. Провязываю петлю накида. Со следующей петлей на спице вместе изнаночной. И теперь разворачиваю и продолжаю частичное вязание. Делаю накид на рабочую спицу. И вяжу петли переда. Делаю прибавку по линии реглана. Накид на себя. Провязываю первую петлю линии реглана. Вторую петлю линии реглана. Прибавку накид от себя. Вяжу петли рукава. Довязала до линии реглана. Опять делаю прибавку накид на себя. Провязываю петли реглана. Прибавка. И вяжу петли спинки. Также довязываю до линии реглана. Делаю прибавки. Провязываю линии реглана. В петли рукава. И так до конца ряда. Я довязала до конца ряда. У меня на спице осталась петля накида. Я ее перекидываю на левую спицу. Чтобы было удобнее. И теперь прибавляю еще одну петлю переда. Провязываю петлю накида. Вместе с петлей на спице с первой. Лицевой. Разворачиваю. И опять вяжу частичным вязанием. Так я буду продолжать вязать частичным вязанием. Пока не вяжу все петли переда, которые у меня остались на этих спицах. Делаю накид. И вяжу петли переда, которые у меня уже ввязаны. Провязываю прибавки по регланам. Линии реглана. И вяжу петли рукава. Также вяжу петли спинки, петли другого рукава. И линии реглана с прибавками. Провязала лицевой ряд. И теперь буду прибавлять 2 петли переда. Петлю накида я уже скинула на левую спицу. И провязываю ее с первой петлей на спице. Это у меня одна петля прибавленная. И еще одну петлю провязываю. 2 петли. И теперь продолжаю вязать ряд с изнаночной стороны с прибавками по линиям реглана. До конца ряда. Теперь с этой стороны я тоже прибавляю 2 петли переда. Провязываю петлю накида с первой петлей на спице. Первая петля. И еще одну петлю провязываю. Вторая петля. И опять разворачиваю работу. И вяжу лицевой ряд. Провязала лицевой ряд. И ввязываю еще 2 петли переда. Петлю накида сбрасываю на левую спицу. И провязываю ее вместе со следующей петлей на спице. Вместе с изнаночной. Одна петля и еще одну петлю провязываю 2 петли. Здесь очень важно не запутаться, сколько петель добавляете, иначе все вязание может сбиться. Ну и конечно же не забываем отмечать себе, что вы добавили петлю. Теперь опять разворачиваем и продолжаем частичное вязание. Не забываем, что в изнаночном ряду делаем прибавки по линиям реглана, а в лицевых рядах провязываем их. И теперь с этой стороны ряда тоже добавляем 2 петли. Провязываю петлю накида со следующей петлей на спице. Одна петля и еще одну. И продолжаем вязание. Провязала лицевой ряд до конца. И теперь добавляю 3 петли переда. Петлю накида перекидываю на левую спицу и провязываю ее вместе с первой петлей на спице. Одна петля добавлена. И провязываю еще 2 петли. 1, 2, 3. И теперь продолжаю частичное вязание. У меня остается добавить в конце изнаночного ряда еще 3 петли. И останется 6 петель на спице, которые я буду добавлять с лицевой стороны. Делаю накид. И вяжу изнаночный ряд. Напоминаю, что прибавки я делаю в изнаночном ряду. С лицевой стороны я их провязываю изнаночными петлями. И довязав изнаночный ряд до конца, я добавляю еще 3 петли переда. Петлю накида провязываю вместе с первой петлей на левой спице лицевой. Это у меня одна петля. Вторая петля. И третья петля. Продолжаю частичное вязание и вяжу последний лицевой ряд в ростке. Делаю накид. И вяжу петли переда. Провязываю все прибавки по линии реглана изнаночными скрещенными. Все петли в лицевом ряду, кроме линии реглана, я вяжу изнаночными. Линии реглана в лицевом ряду я провязываю лицевыми. Я провязала лицевой ряд до конца. У меня осталось на спице 6 петель переда на левой. И мне их тоже теперь нужно ввязать. Провязывать я теперь начну на круговые спицы. Так как я вязала на чулочных и места мне теперь не хватает. Перекидываю петлю накида на левую спицу. И провязываю ее вместе с первой петлей на левой спице изнаночной. И провязываю оставшиеся 5 петель изнаночными. Теперь у меня все петли провязаны. И мне нужно довязать ряд до начала вязания. Если вы помните, вязание я начинала от 1 четверти рукава. Вот по этому хвостику можно найти начало. Либо его нужно было отмечать маркером. У меня получается вот эта вот линия реглана. И вот 2 петельки рукава. Я здесь уже отметила булавочкой начало вязания. То есть теперь мне нужно провязать вот от этого места. Провязать петли переда рукава и спинки и часть петель следующего рукава до вот этой булавки. Последнюю шестую петлю я провязываю вместе с петлей накида на левой спице. По линии реглана я делаю опять прибавки. Провязываю линию реглана. Я довязала до начала вязания и все петли перевела на круговые. И у меня получился вот такой вот росток. Он уже готов. Теперь хорошо видно, что вот эта часть это перед. Вот эта часть и называется росток. Это часть спинки. И 2 рукава. Линии реглана у меня связаны лицевыми петлями. И поэтому их хорошо видно. Как вязать свитер дальше смотрите продолжение к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok